Друзья, мы продолжаем наши беседы по книге Бытия в цикле бесед о гибели Первого мира, которые предваряют наше вхождение в изучение Евангелия от Иоанна. И давайте вспомним слова из Евангелия от Луки, 17 глава, 26 по 30 стих, где сказано, «И как было в одни Ноя, так будет и в одни сына человеческого, ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех, так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Таким образом, в Писании говорится о гибели как Первого мира, который погиб в водах потопа, так и о Втором мире, в котором мы с вами живем, который погибнет наподобие того, как погибли Содом и Гамора. И об этом также сказано у апостола Петра, 3 глава, 10-12 стих. «Придет же день Господень, как дать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают?» Конечно, друзья, никто точно не знает, когда это произойдет, поэтому в том же Евангелии от Матфея 24, 42 сказано «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Этими словами объясняется, почему Господь скрыл от нас дату кончины этого мира, чтобы мы бодрствовали и не расслаблялись, понимая, что любое время может оказаться самым, что ни на есть, последним. И блаженный Феофилакт пишет, «Господь заповедует бодрствовать и готовиться, то есть обогащаться добрыми делами, чтобы, когда придет Господь, мы могли представить Ему, что Ему угодно. Обрати внимание, спасительный сказал «Я не знаю, в какой час придет вор», но сказал «Вы не знаете». Под вором, разумеется, конец и смерть каждого. «Как незаметно, говорит, приходит вор, так неожиданно будет мое пришествие. Не будьте же беспечны, но бодрствуйте. Если бы мы знали, когда наступит наша кончина, то мы бы только в тот день постарались угождать Богу. А теперь, так как не знаем, то всегда бодрствуем для дел добродетели». Собственно говоря, кончина мира, в котором мы живем, она произойдет тогда, когда люди будут уверены, что все в порядке. Поэтому, когда обнаруживается беспокойство в современном мире, это хороший признак. Потому что гибель мира произойдет тогда, когда все расслабятся и успокоятся. Об этом сказано в первом послании фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих, «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в очреве и не избегнут». То есть, когда будут говорить, что мир и безопасность, это будут говорить во дне Антихриста, который сообщит людям ложный мир и ложную безопасность, все будут уверены в настоящем, в будущем, вот тогда уже как бы их беспечности будет положен предел. Но мы возвращаемся к книге Бытия, потому что, как было во дне перед потопом, так будет и пришествие Сына Человеческого. И мы читаем 7 главу книги Бытия с 10 по 16 стих, где рассказывается о том, как Ной готовится к потопу. «Через семь дней воды потопа пришли на землю. В 16-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, все день разверзлись, все источники великой бездны и окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Нойвы и жена Нойва и три жены сынов его с ними, они и все звери земли породу их, и всякий скот породу его, и все гады, присмыкающиеся по земле породу их, и все летающие породу их, все птицы, все крылатые». Здесь мы видим то, на что мы уже обратили внимание во время прошлой беседы. Мужчины и женщины входят в ковчег раздельно. И Иоанн Дамаскин связывает это с тем, что когда бедствие, то все должны пребывать в посте, а пост предполагает не только воздержание от определенных видов пищи, но и воздержание в супружеском отношении. Кстати, поздравляю всех вас с началом рождественского поста, течение которого мы уже совершаем. А почему потоп длился 40 дней? Ну, во-первых, обратим внимание на первую фразу, которую мы прочитали. «Через семь дней воды потопа пришли на землю». Семь дней, которые предшествуют началу потопа, они могут символически указывать на семь тысячелетий, окончание которых от сотворения мира начинаются события, которые предваряют уже гибель мира. Как мы знаем, первый мир погибает в воде, второй погибает в огне. А почему потоп длился именно 40 дней? Какое это имеет значение? Во-первых, из Библии мы знаем, что 40 – это число наказания, когда людей приговаривали к удару по Моисееву закону, то наносили 40 ударов без одного. Без одного, чтобы соблюсти меру и чтобы не получилось больше 40. Потому что принцип божественного наказания никогда не превосходит, собственно говоря, саму вину. И когда будет страшный суд, хотя известно, что на самом суде некоторые люди будут оправдываться, даже спорить со Христом, так, например, сказано, что некоторые, они будут говорить, не твоим ли именем и пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, а потом Христос им скажет «Я никогда вас не знал». Так вот, после приговора все согласятся с приговором. Есть такая точка зрения отцов, что когда будет сам приговор, никто уже не будет его оспаривать, потому что и человеческое тело, и человеческая память, все это будет обличать человека, даже кожу человека каким-то образом будет выбиять против человека, то есть все, что у него есть, будет подтверждать правоту божественного решения. И все-таки почему 40 дней? Святитель Иоанн Златоуст пишет «А что Бог навел потом 40 дней и ночей, это опять служит величайшим свидетельством его человеколюбия. По великой своей благости он хотел, чтобы, хотя некоторые из них вразумились и избегнули всеконечной погибели, видя перед своими глазами и смерть своих ближних и угрожающее им самим бедствие. Можно в самом деле думать, что в первый день потонула уже значительная часть людей, во второй еще более, точно так же и в третий, в остальные дни. Вот почему Бог и назначил продолжаться потопу 40 дней и 40 ночей, чтобы отнять у них всякий повод к оправданию. Если бы он восхотел и повелел, то мог бы потопить все в одно мгновение, но так как он внимал своему человеколюбию, то и назначил такую продолжительность времени». Собственно говоря, перед вторым пришествием тоже, перед уничтожением мира в огне, тоже будет пауза. И сказано в апокалипсисе, что будет тишина на небе на некоторое время, это будет последняя пауза, перед очищением мира в огне Армагеддона, а потом в очищенный мир уже сходит Христос, или, как некоторые отцы говорили, вхождение Христа в этот мир – это и есть уничтожение мира в огне. Но как же вхождение Христа в этот мир может оказаться и огненным концом этого мира? Речь идет о божественном огне, который действует двояко. Об этом писал Андрей Кисарийский в своем толковании на апокалипсис. Для верующих этот огонь не причиняет им никакого вреда. Это тот самый огонь огненной языки, который в день Пятидесятницы они почили над головами апостолов, вдохновляя их действием Святаго Духа. Но для нечестивых этот же самый огонь – источник величайших страданий, начала их конца. То есть Божий мир как бы один, но одни готовы к этому миру, другие – нет. Огонь Божий, он один и тот же, но одни воспринимают его как источник света, тепла, радости, духовного веселья, потому что когда апостолы исполнились Духа Святаго, и люди со стороны за ними наблюдали, они даже говорили, может быть, они сладкого вина напились. Такие апостолы были все веселые от этой радости Духа Святаго. И это, конечно, такое удивительное чудо, что один и тот же огонь, он для них попаляющий и не является для них источником света, а для других – источник света и радости. Кто-то из вас спросит, а как же адский огонь не будет источником света? Именно так отцы Синаиды описывают адский огонь. Это будет какой-то черный огонь, тот же самый огонь, не будет источником света. И люди, которые будут находиться в аду, они будут там во мраке. И, по-моему, Макарий Великий описывал, что они как-то будут повернуты друг к другу спинами, и каждому будет казаться, что он там один находится. Они даже не будут видеть друг друга. И единственное облегчение, которое будет им дано по молитвам родственников, некоторые увидят тех, которые находятся рядом. Я не знаю, в чем заключается облегчение, но, по крайней мере, человек поймет, что он не один. Это ужасное состояние, плач и скрежет зубов, как охарактеризовал это Господь Иисус Христос. И как воды потопа наполняли мир все больше и больше в течение 40 дней, так и огонь, он будет, как разлитый океан, наполнять всю человеческую эйкумену, то есть весь мир людей, всю нашу земную вселенную. И блаженный Августин писал «Теперь посмотрим, каким образом можно с очевидностью доказать, что годы, насчитанные в продолжительной жизни тех людей, были вовсе не настолько коротки, чтобы 10 их составляли один наш, а были столь же продолжительными, как и наши, образуемые круговым обращением солнца». На 600-м году жизни Ноя, по словам Писания, произошел потоп. Если те годы были такими короткими, что 10 их составляют один наш, то есть каждый из них состоял из 36 дней, то почему тогда написано «Через 7 дней воды потопа пришли на землю, 600-й год жизни Ноевы во второй месяц, в 27-й день месяца». Ведь такой малый год, если он по древнему обычаю носил имя года, или вовсе не имел месяцев, или же, чтобы он мог иметь 12 месяцев, каждый месяц его должен был состоять из трех дней. Почему же тогда было сказано во второй месяц, в 27-й день месяца, если не потому, что месяцы тогда были такими же, как и теперь? Ведь иначе, каким бы образом, говорило Писание, что потоп начался в 27-й день 2-го месяца. Казалось бы, сложное рассуждение Блаженного Августина, но оно показывает о том, что время текло так же, в принципе. И то, что люди жили долго, это был акт божественного милосердия, который проявляется и в том, что потоп не сразу в первый день уничтожает людей, а в течение 40 дней дает людям возможность одуматься. И перед пришествием Христа тоже будет пауза на небе, когда уже будет умершлен Антихрист, дыханием уст Христа, когда воскреснет Илья и Инох, и всем станет очевидно, что пришествие Христово начинается, несмотря на это те люди, которые примут во дне Антихриста его печать, настолько ожесточатся, что окажутся неспособными принести покаяние. И в великом ожесточении они фактически будут умирать за Антихриста. Понимая, что он идет в ад, и что им тоже предстоит войти в ад, так и вот эти люди, ради которых Господь как бы растягивает время потопа, они не обратились. Никто не прибавился к семейству Ноя, спаслись Ной, его жена, его сыновья со своими женами и все. Но свидетельство о том, что потоп приближается, осуществлялось через проповедь Ноя и его сыновей. Длительное время они строили ковчег, и пока они строили, проповедь звучала. И проповедовалось пророчество, которое оставил пророк Божий Енох. И древняя христианская традиция знает книгу Еноха. И по этой книге Ной проповедовал, а его сыновья проповедовали, отталкиваясь от этого текста, где прямо было указано, что Господь грядет судить этот мир. И сразу возникает вопрос, а разве Бог наперед не знал, что никто не покается? Разве Бог наперед не знал, что хотя потоп будет длиться 40 дней в своей изначальной фазе, однако никто не войдет в ковчег, кроме семейства Ноя? Конечно, Бог это знал, но справедливость Божия устанавливает, что проповедь Слова Божия осуществляется как бы в двух парадигмах. Одним – во спасение, это семейство Ноя, которое олицетворяли всю церковь того времени, а другим – во свидетельство. Что значит во свидетельство? Вы слышали и видели и сами не приняли. Точно так же и с проповедью Евангелия. До некоторых людей достигает эта проповедь, и это во спасение тем людям, которые с верою принимают эти слова Евангелия. Но есть люди, для которых это будет во свидетельство. Вы слышали и сами не приняли. Почему это важно? Чтобы в день суда никто бы из них не сказал «Господи, Ты призвал своих избранных, но Ты не призывал нас». Нет. В жизни каждого человека, когда-либо жившего на земле, живущего, или в жизни тех людей, которые будут жить, обязательно был, есть и будет момент обращения к конкретному сердцу. И в зависимости от того, какое решение примет человек, будет относительно этого выстроена его вечная участь. «Итак, Господь сам затворил вход в ковчег». В прошлый раз мы с вами говорили о том, что ковчег в своем соотношении длина, ширина, высота, он очень напоминает человеческое тело. Это объяснение Блаженного Августина. И вход в ковчег был сбоку, который символизировал удар копья под ребро спасителя, откуда выстекла вода и кровь. Так вот, когда дверь в ковчег закрывается, это символ того, что однажды в истории рода человеческого таинство крещения прекратится. И прекратится таинство Святого Причастия. Сам Христос об этом говорит, о Святом Причастии. «Сие творите в мое воспоминание, пока не приду». А когда он уже входит в реальность этого мира, все это уже прекращается. Воды потопа покрывают землю. Об этом говорится в 7 главе книги Батия с 17-го до 24-й стих. «И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею». Это все не случайная деталь. Ковчег, который является символом церкви, возвышается над землею. И когда будет пришествие Христа, то встреча церкви со Христом будет происходить над землею, на воздусьях, когда двое лежат на постели, один берется, другой оставляется. Двое работают на поле, один берется, другой оставляется. То есть верующие будут возноситься в встретение Господа, а Господь будет входить в реальность этого мира, в окружении ангелов. И ковчег, который скрипя, это огромное здание из дерева, поднимается, возвышаясь над землею. Это символ вознесения верующих во дни пришествия Иисуса Христа. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности воду, как бы парит над землею, превознесенный над всем заземленным. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. Что значит покрылись все высокие горы? У пророка Исаи это звучит несколько иначе. Все высокое, надменное, человеческое, оно будет унижено в тот день. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода и покрылись все высокие горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа, жизни, в ноздрях своих на суше умерло. Собственно говоря, когда огонь будет очищать землю, то все, которые не принадлежат к церкви, они погибнут в этом пламени. А верующие, которые доживут до второго пришествия Христа, они вообще не умрут. Это единственная категория людей, которые совершенно не вкусят смерти. И апостол Павел об этом пишет, «не все умрут, но все изменятся». Что значит «не все умрут, но все изменятся»? Когда будет происходить воскресение верующих в Иисуса Христа, это воскресение будет предварять воснесение встретения Христу. Те верующие, которые доживут до этого момента, они все изменятся. воскресшие все воскреснут в полноту возраста Христова, как сказано в Новом Завете, то есть 33 с половиной года. Тот, кто умер ребенком, младенцем, подростком или старым стариком, все будут 33 с половиной года. Которые доживут до этого момента, они вот именно изменятся тоже в состоянии 33 с половиной года. И вместе с воскресшими святыми те, которые изменятся, будут подниматься на небеса. И мы уже знаем в истории человечества двух людей, которые не умерли, это Илья и Инох, они тоже были восхищены на небеса, предваряя этим самым восхищение церкви, восхищение церкви. Итак, весь мир будет уничтожен, мир грешных людей, все, что имело дыхание духа жизни, в ноздрях своих, на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Конечно, возникает резонный вопрос, а почему животные разделяют участь человека, той части человечества, которая гибнет в водах потопа, это связано с тем, что человек несет прямую ответственность за тот дом, в котором он живет, и все, что его окружает, становится частью его ответственности и страдает или блаженствует вместе с ним. И так сохраняется только семейство Ноя, вода же усиливалась на земле 150 дней. Вот это усиление воды уже после того, как все в течение 40 дней погибли в водах потопа из тех, которые не вошли в ковчег, а вода по-прежнему покрывает землю, что указывает на то, что после уже уничтожения нечестивых процесс возвышения народа Божия он будет продолжаться. Собственно говоря, благо вечной жизни они заключаются в вечном восхождении, в вечном возрастании в познании Бога. В этом суть блаженства вечной жизни, которая ожидает каждого верующего человека. Блаженный Августин в своем трактате о Граде Божьем пишет, «Разве нужно далеко ходить за примерами, когда тут же немного выше сказано «Да произведет земля душу живую», затем через несколько страниц, когда повествуется о том, как погибло все живущее на земле при потопе, читаем «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше умерло». Итак, если подобное выражение мы встречаем и по отношению к скотам, если далее в подобных местах греки ставят в текстах не «пневма», а «пном», то разве не ясно, что Писание называет душу живой просто по принятому в нем обороту речи. Имеется в виду, что не души умирают грешных людей, а прекращается их жизнь, потому что понятие души иногда в Писании тождественно понятию жизни тела. И о спасенных даже сказано в Библии «восемь душ спаслись в ковчеге». «Восемь душ спаслись в ковчеге». Это не значит, что тела потонули, а души спаслись, просто словом «душа» означает человеческая жизнь в целом, а и в то же время внутренний мир человека, то духовное существо, которое обитает в каждом из нас. Итак, обитатели ковчега находятся в нем в течение года, где-то в течение года строился ковчег на последней фазе, а так это где-то сто лет занимало строительство ковчега. Последняя фаза – это уже подготовка необходимых вещей для ковчега, а пребывание в ковчеге – это, в общем-то, год, и об этом периоде сказано «И вспомнил Бог о Ной и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились». То есть процесс поднятия ковчега, прихода в воду продолжался достаточно долго, то есть получается целый год. «И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба, вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. Меньше года получается, но длительный период. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца. в первый день десятого месяца показались верхи гор. То есть, ну, где-то год, и появляются горные вершины. То есть, мир всецело омылся в водах потопа, то есть, мир пережил микве. Микве или миква, это еврейский обряд омовения. Если человек осквернится, мужчина или женщина, он должен совершить полное погружение в воду, так, чтобы целиком уйти под воду, и если это полное погружение, считается, что он очищается. И вот потоп, это было состояние, как вот в молитвах на освящение воды, мы читаем, что Господь в водах потопа потопил грех. Потопил грех. Есть такой красивый образ, что был потоплен водами грех древних людей, и мир, обновленный в этих водах, как будущий мир, то есть, тот, с которым мы с вами живем, обновленный в огне, очищенный в огне, он возрождается к новой реальности. Иоанн Златоуст настаивает на том, что любовь Божия сохраняет Ноя и всех обитателей Ковчега во время потопа. Ветер, посланный для прекращения потопа, есть Дух Святой, на этом настаивает Амброси Медиаланский, как пресвотворение мира, и тьма над бездной, Дух Божий носился над водою, а здесь как бы созидается новый мир, и опять мы видим дыхание бурно. «Хотя плавание Ковчега продолжалось только 150 дней, его обитатели не могли покинуть его в течение года», настаивает Ефрем Сирин. Итак, божественная любовь оберегала семейство Ноя в Ковчеге точно так же, как божественная любовь оберегает церковь, новозаветный народ Божий, с момента создания церкви в день Пятидесятницы и до настоящего времени и будет оберегать до Второго пришествия. Так что даже во Дне Антихриста будет Святой Причастие, будет сохраняться трехчинное священство, будет сохраняться проповедь Евангелия. Правда, для многих людей это будет недоступно, потому что в книге пророка Амоса сказано, что люди будут ходить от моря до моря искать Слово Божие и едва ли они смогут его найти. Златоуст в своих камилях на книгу Бытия восклицает, смотри, как он, то есть Господь, совершает все в честь человека. Когда люди гибли от потопа, он вместе с ними погубил и всех бессловесных животных, так и теперь, желая показать свою любовь к праведнику Ною, в честь него простирает свою благость и на бессловесных животных, и на зверей, и на птиц, и на гадов. И вспомнил, говорит Бог, о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Вспомнив о Ное и о бывших с ним в ковчеге, Бог повелел остановиться стремлению воды, чтобы ему постепенно проявлять свое человеколюбие и праведнику дать, наконец, облегчение, успокоить его, избавив от волнения помыслов, и позволив ему и наслаждаться светом, и дышать воздухом. И навел Бог, говорит, ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны, и окна небесные. Сколько раз за нашу жизнь Господь помогал нам, мы узнаем только в вечности. Но реально много из того, что происходит в нашей жизни теперь, в настоящее время, мы не до конца можем это все распознать, оценить, но милость Божия сопровождает каждого верующего человека, живущего на земле. Окончание потопа описывается далее, это 8 глава 6-12 стих, по прошествию сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода земли, который вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Ворон это нечистое существо, нечистая птица, и ворон отлетал, прилетал, как некие непостоянные люди, трудно понять, то ли он в церкви, то ли он не в церкви, то ли он прихожанин, то ли он захожанин какой-то, прихожанин и мы с вами смотрели истолкование блаженного Агустина в прошлый раз о том, что ворон символизирует некого невоцерковленного христианина, который все время раздражен, что в церкви рядом с чистыми есть нечистые, хотя он сам нечист. И он в конце концов покидает церковь, потому что ворон не нуждается в покое для ног на горах, он может находиться на трупах и питаться падалью этих трупов или там какие-то ветки, то, что носилось по водам. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Голубь – это символ церкви, очень древний символ церкви. Если вы читали книгу «Песть песней», то там невеста жениха называется голубица, и в этой книге «Песть песней» жених – это символ Христа, невеста – это символ церкви, она называется голубицей. И даже в случае с Авраама в книге «Бытия», когда Бог ему говорил, «Зарежь животных, раздели их, только голубицу не разделяй». И он разделил там быков, баранов, которые символизировали языческие народы, как Давид восклицает, «Быки тучные окружили меня», имея в виду язычников. «Голубица», «Голубица», «Голубь» – это символы церкви, народа Божия, стремительное движение голубя по небу, это символ восхождения верующих ближе к небесам. «Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег». То есть голубь не находит успокоения для своих лапок на чем-то нечистым, что могло носиться по водам. Конечно, трупы людей, животных уже потонули, но были, возможно, трупы дохлой рыбы, другой морской живности, которые носились на поверхности. И мы видим, что голубь ведет себя как прирученное создание, прирученное Ноем, тот простирает руку, берет его и принимает в ковчег. И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масляничный лист во рту него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. И вот голубь с масляничным листом в клюве своем с этого момента становится символом мира. Вот этот красивый литературный образ библейский, он завладел вниманием почти всего человечества. Ибо этот масляничный лист был свидетельством о том, что мир с Богом восстановлен. Он помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Беда Достопочтенный пишет, когда прекратился потоп, Ной захотел узнать, в каком состоянии находится лик земли, и выпустил из ковчега ворона. Тот же не удостоил вернуться ковчегу. Этот ворон означает тех, которые, хотя и омылись водами крещения, однако не пожелали снять с себя чернейшие одежды ветхого человека и исправить свою жизнь. Но едва удостоившись обновления через помазание Святаго Духа, тот час отпали от внутреннего единства вселенского мира и покоя, обратившись к внешнему, то есть к желаниям века сего. Потом выпустил Ной голубку, и она к вечеру возвратилась к нему, неся в клюве ветку оливы со свежими листьями. Беда достопочтенный также настаивал, что ворон, выпущенный иноем был привлечен падалью и потому не возвращался в ковчег, а только подлетал и улетал. То есть как бы он мог появляться рядом, но он не становился частью той внутренней жизни, которая проистекала в ковчеге. Жизнь в ковчеге была очень тяжелая, надо прямо сказать. Мы знаем, что ковчег был разделен на три части. Было место, где обитали люди, было место, где обитали животные и было место для обитания птиц. И животные, если вы знаете, они питаются в разные времена суток. Есть животные, которые питаются только ночью, есть животные, которые питаются только днем, есть животные, которые вкушают пищу только утром, а есть те, которые вечером, а есть те, которые вообще все время чем-то питаются. И Ной и его семейство должны были всех обеспечивать необходимой пищей. И есть такой старинный мидраж, что Ной как-то не успел покормить льва, и лев страшно обиделся на Ноя, и он лапой ударил Ноя по ноге, и бедный Ной потом хромал. И собственно говоря, по этому мидражу он использовал вино как что-то обезболивающее, чтобы заглушить ту боль, которая была причинена этой раной. И в этом смысле Ной и его сыновья, которые кормят животных, чистых и нечистых, они символизируют собой пастырское служение в церкви. Ведь действительно звери не поедали друг друга, а о них проявляли заботу Ной и его сыновья. А о Ной и его сыновьях проявлял заботу сам Господь. Как о насыщении хлебами сказано, что Господь взял хлеб, преломил, дал ученикам, а ученики дали народу. И церковь, получая от Духа Святаго истолкование для разумения Писания в лице священнослужителя, она потом передает эти объяснения народу Божию. Итак, оливковая ветвь знак мира и благодати. Блаженный Августин в трактате об учении христианском пишет «Нетрудно понять, почему вечный мир обозначается масличной ветвью, которую принес голубь, возвращаясь в ковчег. Ведь мы знаем, что смазанная маслом поверхность не портится от соприкосновения с другой жидкостью, да и само дерево вечно зеленеет». То есть в понимании Августина вот это помазание от Духа Святаго останавливает нравственную и моральную порчу в душе христианина, делая нас бесчувственными к всякой моральной гнили и раздражению, чтобы это даже не наблюдалось бы в нашей жизни. Амбросий Медиаланский пишет «Синагога не имеет этого масла, потому что не имеет масляничного дерева и не разумеет, что это за голубь, принесший масляничную ветвь после потопа, а голубь этот потом сошел на Христа во время крещения и прибыл на нем, о чем в Евангелии свидетельствует Иоанн. Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем». Что значит «как голубя»? То есть наподобие голубя или как какого-то голубя, о котором уже ранее в Писании говорилось. Объясняя слова, он помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Августин в одном из своих посланий писал «Издавна и часто тела нечестивых уберегаются от мирских властей и всяческих мучений, тогда как сердца благочестивых никогда не уберегаются от дурных людских нравов до скончания века. Так исполняются упоминавшиеся мною слова апостола «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, причем гонимы тем более жестоко, чем больше в них будет целостности, и так будет до тех пор, пока не пройдет потоп, при котором в одном ковчеге заключены и ворон, и голубь». И действительно мы знаем, что Августин эту тему развивает, что в ковчеге были чистые и нечистые, и ворон находит место в ковчеге и голубь. Для него важно рассматривать все эти обстоятельства как символ церкви, в которой действительно находятся люди разных уровней, одни как животные со своими страстями обнаженными, другие как птицы, например, монашествующие, которые как бы воспарили над миром, а другие живут такой ровной, обычной человеческой жизнью. И далее рассказывается о том, как обитатели ковчега выходят наружу, с 601 года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца земля высохла и сказал Господь Бог Ною, выйди из ковчега ты и жена твоя. Вот видите, здесь уже он выходит вместе со своей женою. То есть мужчина не отделяется от женщины, то есть они могут опять начать вести семейную жизнь. И сыновья твои и жены сынов твоих с тобою то есть уже сыновья выходят со своими женами выведя с собой всех животных которые с тобою от всякой плоти из птиц и скотов и всех гадов присмыкающихся по земле пусть разойдутся они по земле и пусть плодятся и размножаются на земле и вышел Ной и сыновья его и жена его и жены сынов его с ним все звери и весь скот и все гады и все птицы все движущиеся по земле по родам своим вышли из ковчега вот однажды мы как народ божий переживем нечто подобное когда мы пройдем через огонь армагеддона когда происходит чудо воскресения народа божия конечно скорее всего мы належимся в могиле может быть 500 лет пройдет может быть 1000 до второго пришествия собственно говоря христианам всегда казалось что последнее время и даже Иоанн Богослов пишет детки последнее время но это ощущение не было обманчивым потому что действительно когда гонение то смерть начинает где-то рядом с нами очень близко проявлять свое присутствие впрочем это может произойти через год и через два потому что одни же том и части никто не знает но прежде всего те которые пройдут через смерть через разложение в земле они переживут воскрешение и святой Иустин философ Иустин Мученик он пишет так как атомы из которых он человек создан неразрушимы то нет ничего невозможного им сойтися и соединиться в том же порядке и положение и потом составить такое же тело какое прежде было из них подобно тому как если мозаический художник сделает из камней образ когда потом они распадутся от времени или по воле художника то он имеет те же кусочки может собрать и расположить в подобном порядке и сделать такое же изображение сейчас сейчас даже люди дерзают по какому-то маленькому фрагменту тела ДНК осуществлять колонирование целого вида и человек это возможно прежде всего потому что человек создан по образу Бога конечно это спорный вопрос могут ли люди вторгаться в такие процессы но это просто обнаруживает в то же время что как бы ничего неожиданного в этом нету и у пророка Исаии 26 глава 19 стих мы находим удивительные слова где говорится о том что если тело сгорит в огне растворится в воде разложится в земле все равно Бог силен воссоздать любое тело воскресив его оживут мертвецы твои восстанут мертвые тела воспряньте и торжествуйте поверженные в прахи ибо роса твоя роса растений и земля извергнет мертвецов то есть если частички которые останутся от человеческого тела они будут как в неком океане в росе который поутру висит на растениях Господь силен возродить это тело в книге пророка Осия 14 глава 6 стих сказано я буду росою для Израиля он расцветет как лилия и пустит корни свои как ливан Израиль в данном случае это образ всего народа Божия собранного из всех племен народов и языков как тот же апостол Павел в послании к римлянам пишет не тот иудей кто наружно таков и не то обрезание которое на плотину тот иудей кто внутренний таков и то обрезание которое на сердце ему похвалание от людей но от Бога наше пробуждение по воскресенье в новый мир оно будет очень как бы совпадать внешне с тем как в начале мая весною вдруг первая гроза гром природа просыпается жучки зажужжали полетели все встрепенулось и пришло в движение и в первом послании к фессалоникийцам 4.16 говорится о том что будет нечто предварять и всеобщее воскресенье потому что сам Господь при возмещении при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде то есть сначала воскресение верующих это воскрешение в жизнь потом неверующих это воскрешение в смерть и еще Павел восклицает 1 Коринфянам 15 глава 51-53 стих говорю говорю вам тайну не все мы умрем но все изменимся вдруг в мгновение ока при последней трубе ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными а мы изменимся ибо тленному сему надлежит облечься в нетление и смертному сему облечься в бессмертие пророк Исаия однажды восклицал поглощена будет смерть навеки и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле ибо так говорит Господь это пророк Исаия 25 глава 8 стих некий таинственный духовный образ видения видел пророк Изгиль в видении своем он созерцал произошел шум и вот движения и стали сближаться кости кость с костью своею и видел я и вот жилы были на них и плоть выросла и кожа покрыла их сверху а духа не было в них тогда сказал он мне из реки пророчества духу из реки пророчества сын человеческий и скажи духу так говорит Господь Бог от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых и они оживут и я изрек пророчества как он повелел мне и вошел в них дух и они ожили и стали на ноги свои весьма весьма великое полчище это пророк из ки 37 глава 7 по 10 стих конечно нас всех интересует какими мы будем будем ли мы узнавать друг друга я уже обратил ваше внимание на то что в послании к эфесянам 4.13 сказано что все мы будем в мужа совершенного в меру полного возраста Христова то есть 33 с половиной года это послание к эфесянам 4.13 то есть все будут молоды и совершенны меня вы увидите стройным кто-то из вас чуть-чуть поправится в книге Иова мы находим такие слова Бог умилосердится над ним и скажет освободи его от могилы я нашел умилостивление тогда тело его сделается свежее нежели в молодости и он возвратится к дням юности своей то есть вечная молодость и юность ожидает каждого из нас когда тело наше сделается свежее нежели в молодости и он воскресший человек возвратится к дням юности своей это книга Иова 33 глава 24 25 стих освобожденный освобожденный от могилы человек будет обладать уникальным познанием о Боге и заслугами Христа совершится полное искупление воскресших от власти греха так например сказано в книге Иова 33 глава 26 по 30 стих будет молиться Богу и он милостив к нему с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его он то есть человек будет смотреть на людей и говорить грешил я и превращал то есть искажал правду и не воздано мне он Господь освободил душу мою от могилы и жизнь моя теперь видит свет вот все это делает Бог два-три раза с человеком чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых конечно как приятно будет ходить во свете живых но здесь на себя обращают эти слова что Бог это делает два-три раза в жизни человека о чем это собственно говоря первое воскресение из мертвых человек переживает в этой земной жизни первое воскрешение из мертвых это когда неверующий становится верующим это когда язычник становится христианином и когда еретик становится православным вот это первое воскресение второе воскресение это воскрешение тела которое ожидает нас после смерти. Точно так же есть две смерти. И первая смерть – это смерть физическая, когда мы умираем, а вторая смерть – духовная. Духовная смерть – это когда грешники услышат приговор «идите, проклятый, в огонь вечный, уготованную дьяволу и ангелом его». И мы об этом уже говорили, в апокалипсисе сказано, тот, кто имеет участие в воскресении первым, то есть в этой земной жизни, воскрес для жизни во Христе и со Христом, над тем смерть вторая не имеет власти. То есть он не услышит слова «идите, проклятый, в огонь вечный, уготованную дьяволу и ангелом его», а он услышит другие слова «войдите, благословенные, в покой мой». В будущем мире, в который мы войдем, выйдя из ковчега церкви, люди будут здоровы физически и духовно. У Исаии 33, 24 сказано, «И ни один из жителей не скажет, я болен, народу, живущему там, будут отпущены согрешения». И Исаия 35 глава 5-6 стих, как торжественный гимн говорится, «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь». Изменится и мир окружающей нас природы. У Исаии 35 глава 6-7 стих сказано, «Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, а жилище шакалов, где они покоятся, будет местом для тростника и камыша». И Исаия 65-17, «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Вот эти последние слова – это ответ на вопрос, который многие задают, а как же мы будем наслаждаться в раю, если кто-то из наших родственников будет в аду? Вот это ответ. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Потому что размежевание между верующими и неверующими происходит уже в этой земной жизни. Это реальность, в которой мы живем. Несколько лет назад меня пригласили встретиться с одноклассниками. Я так загорелся внутренне, думаю, вот мы будем ходить, это Орехово-Зуево, рядом с Клязьмой, разговаривать часами, как в детстве. А я встретился, и не с чем разговаривать. А о чем разговаривать-то? О погоде, что ли? О политике? О чем? Мне ближе поговорить с каждым верующим, может быть, незнакомым для меня, который в транспорте едет, читает псалтырьку. Он мне ближе, это очевидно. Также и родственники наши, многие, которые не стали верующими. А какое же это родство-то? Это только воспоминания какие-то. Животный мир перестанет быть источником агрессии. Ну, не в том смысле, там животные будут дрессированы. Имеется в виду, что все наши животные инстинкты будут украшены благодатью Божией. Об этом говорит пророк Исаия, 11 глава, 6-9 стих. «Тогда волк будет жить вместе с игненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». То есть благодать, источники благодати, они разольются по всему миру людей. Конечно, это пророческие образы, их не надо воспринимать буквально, более аллегорически, и иногда верующие задаются вопросом, а где вообще будет этот мир будущий, на небе или на земле? И вот, что интересно, была группа отцов, которые говорили, что это будет на земле, это вот ранние отцы, ну, это как бы настроение такого иудейского хелиазма. А более близкие к нам отцы говорили, это будет на небе всё. А есть группа отцов, которые говорят, а почему только на небе или только на земле? Будет новое небо, будет новая земля, ведь мы об этом и молимся, чтобы Царствие Божие было яко на небесе и на земле. Конечно, под землёй, имея в виду не только территорию, но и тот прах, из которого мы созданы. Так Ипполит Римский учил, что там праведники будут в состоянии перешагнуть самоё море, если только оно будет течь, то есть движение мысли. Там не будет более недоступно для людей небо, а также путь, ведущий к нему, не останется непроходимым. Там земля не будет невозделанной и исполненной для людей трудов, но украсится плодами. Там не будут рождаться звери, а также не будет увеличиваться число людей, но всегда останется одно. Некоторые задаются вопросом, а чем мы там будем заниматься? Может быть, этот мир, который нас ожидает после гибели второго мира, он будет слишком однообразен? По этому поводу отцы говорят со всей очевидностью, что это будет удивительное многообразие. И апостол Павел в одном из своих посланий пишет, «Не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило то на сердце человеком, что приготовил Бог любящим его». Но нам это Бог открывает, пишет Павел, Духом Святым. И, как я часто объясняю, Духом Святым совершаются все таинства Церкви, И когда мы с вами причащаемся тела и крови, мы уже как бы, живя на земле, вкушаем благо вечной будущей жизни, войдя в которую, пройдя через огонь очищения этого мира, мы уже вечно будем пребывать в этом блаженном состоянии. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. И дай Бог, чтобы в тот день мы, представ пред Богом, смогли бы сказать, «Господи, вот я и дети мои, которых ты мне дал». Это великое счастье – войти в Божий мир всей семьёю. Но первое, что он делает, он совершает приношение Богу, и устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принёс во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своём, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сенье и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Но здесь сказано «во все дни земли». То есть Бог, когда творил землю, Он определил для неё время её существования. И однажды небеса шумом пройдут, изменятся, изменится небо, земля, и изменится человечество, и мы будем обитать в блаженном и радостном состоянии спасённых чад Божьих. Итак, друзья, сегодня мы оканчиваем цикл бесед о гибели Первого мира, и я старался преподавать этот цикл с учётом того, что сказал Христос, как было во дне перед потопом, так будет и перед пришествием Сына Человеческого, чтобы подчеркнуть значимость евангельского благоествования. Потому что если мы будем живы, и Господь позволит, то в следующий раз мы приступаем к изучению Евангелия от Иоанна, собравшись опять же в этом гостеприимном храме. Спасибо всех, Христос!